привет сноубордисты магазин сквот vr фрирайд таганская познакомим вас с новиночками от старого доброго до кайна который к сожалению у нас последние пару лет приходят с какими-то перерывами перебоями окольными путями но в общем но хотя бы приезжает это уже хорошо и хочу представить вам какие-то новиночки очень интересный момент что до кайна делает не только такие как сказать основные вещи да там рюкзаки чехлы и там какие-то сумки делает вещи которые предназначены помочь вам жить помочь вам жить просто для какого-то обихода который вообще никак не относится каким какому-то там виду спорта например и вот с таких вещей как раз хочу начать вот здесь вот такая интересная вещь сумочка для чего для багажника вашего автомобиля то есть она такая много составная можно жесткий жесткий пол и сделать весь жесткие боковые стенки и вот такая этого сумка для всякой ерунды там для какой-то автомобильной химии для каких-то там не знаю баллончиков с маслом запасных которые вы с собой возите там для чего-то еще там я например у себя машине под меня багажник огромный вожу до хрена всего там всякие какие-то газовые баллоны и горелки для там не знаю чего-нибудь кипячения воды и так далее то есть в общем то такой автомобиль автономный и вот я честно говоря вот хочу такую вещь медь у меня есть она аналогичная где-то купленная там я не знаю за несколько сот рублей на каком-то авторынке но она честно говоря превратилась в кашу уже там через год используется на какую-то сначала форму держала а потом просто развалилась но здесь такие жесткие стеночки что она явно будет держать форму гораздо дольше вот такая вот штука и для хранения на закрывается такие тоже петли она не разваливалась ты свои можете понять убрать нужно кинуть сарай за ненадобностью ну прикольный штук согласитесь для автомобилистов которым в багажнике шмурдяк нужно разложить аккуратно еще есть некоторые вещи это называется пэкинг кьюб сет и экспанды был пэкинг кьюб что это такое это сумочки для одежды то есть если вы куда-то едете там ну на долгое время к примеру да там вы едете например на бали на все лето посерфить хотя на бали чего вам там вести бикини до шлепки возможно это неудачный пример ну хорошо не на бали а вы едете на весь сезон кататься куда-нибудь в красную поляну и на весь сезон соответственно вам нужно много каких-то вещей с собой и вести и потом и где-то как-то хранить и вот как раз такие сумочки предназначены для хранения ваших вещей это просто сумка с какой-то дышащей сеткой да то есть вы сюда все кладете какие-то там ваши вещи которые чтобы не появились да там шкафу или нет у вас шкафа вы снимаете какую-нибудь квартиру без мебели прикол в сумочке который называется экспанды был это то что она может увеличиваться в размерах если растянуть расстегнуть по периметру молнию то есть вы растягиваете объем увеличивается соответственно сюда можно положить какие-то более крупные вещи можно подвесить на какую-то перекладину у нас будет просто висеть и хранить ваши вещи а вот этот пэкинг кьюб сет это три сумочки разного размера примерно такой же смысл одна из них поменьше две побольше то есть тут тоже самое но тут кстати нет вот этого во первых дышащие сетки правит для проветривания во вторых ее подвесить до что-то невозможно потому что здесь ручка полностью вшита но вы как вы сами понимаете цена будет отличаться от более сложного вот такая штука мне кстати очень понравилось интересно это называется google кейс google это маска до горнолыжная сами понимаете почему такая большая потому что это google кейс на 1 2 внутри маски можно положить здесь все внутри на липучках можно кастомизировать пространство но в принципе три маски сюда влезет здесь в комплекте есть еще тряпочка для протирки линз и силикагель да это то что как это сказать впитывает в себя влагу если вы мокрые маски положили не успели их высохнуть а вам уже надо уезжать то силикагель поможет влагу это впитает и так скажем не будет проблем с плесенью ваших вещах обычно вы видите когда вы покупаете что-то там новое и одежду или вот рюкзаки мешочек такой маленький беленький с каким-то сыпучим внутри рисом это вот как раз силикагель который здесь лежит у нас еще в доконе есть такой такие сушки для ботинок то есть вы вставляете в ботинки это как сказать пассивная сушка да она просто всасывает в себя и влагу лишнюю а потом вы можете посушить ее где-то на батарее влага оттуда просто испариться ну вот кстати вот для сравнения размер кейса для одной маски это называется google стэш а для трех масок называется google case данный момент у нас только одна такая поэтому эксклюзивчик и еще хочу вам показать две или три даже новые линейки новые линейки новой коллекции рюкзаков и всяких сумок начнем с линейки которая называется вердж это уже наверное все таки не совсем новое это мы уже встречали в коллекции и привозили некоторые магазины в россию и в прошлом году и позапрошлом вообще это новинка позапрошлого сезона но так как мы не получили наш заказ в котором эти рюкзаки присутствовали не только рюкзаки мало кто это все видел что это такое за коллекция эта коллекция так скажем премиум рюкзаков которые предназначены там для путешествий для каких-то поездок командировок они достаточно навороченные в плане том что всяких у них много карманов да и сам материальчик тоже например вот этот вот рюкзачок он сделан из так называемого баллистик нейлона то есть из него делают жилеты до пуль непробиваемые достаточно плотная такая ткань ну и прочные соответственно огромное количество карманов да здесь можно вот этот вот например карман сюда можно что-то положить какую-то куртку легкую потом достать при необходимости как правило у таких рюкзаков есть карманы для электроники то есть вот он как раз вдоль спины расположен но это как сказать традиционно вдоль спины здесь карманы под разного объема точнее диаметра под разные ноутбуки разного размера или планшеты здесь флисовые внутри покрытие защищает ну и кармашки для каких-то более мелких вещей как основное отделение достаточно большое которое можно положить какой-то ваш мод да с которым вы едете в командировку допустим не на долгое время вам не нужно с собой брать чемодан большой на колесах вы можете взять с собой такой рюкзак конкретно этот рюкзак объемом 32 литра он для он не очень большой но достаточно вместительные опять же сюда ну на пару-тройку дней каких-то взять вещей хватит есть даже еще отделение внизу рюкзака интер для обуви до какой-то и она отделена от основного кармана перемычкой таким клапаном который если у вас обуви здесь нет он просто заполнит пространство с внешне основного отделения если вы обувь сюда положите этот клапан не даст обуви пачкать одежду которая лежит в основном отделении с этим рюкзаком можно вполне путешествовать брать его с собой в кабину самолета и не париться с дачей багажа оплатой багажа ну только конечно естественно помните о том что перевозка некоторых жидкостей запрещено из таких колюще режущих предметов еще у этого рюкзака есть система его можно прицепить к ручке сумки на колесах то есть если все таки у вас есть с собой какой-то багаж и вы едете не налегке то прицепить выдвижной ручки этот рюкзак можно вот таким образом надеть его тут просто на сзади есть такой хлопан который его будет удерживать на сумке ну и соответственно одной рукой вы всю эту конструкцию везете сумку можете сдать багаж я честно говоря не знаю как люди проходят в самолет с двумя сумками с двумя ручными багажами возможно это какие-то дополнительных денег стоит но это возможно в общем такой рюкзак есть еще такой же 32 литра но уже он сделан из кордуры то есть это не баллистик нейлон а кордуры что тоже в общем то такой достаточно очень прочный материал есть вариант поменьше это верш бэкпэк 25 литров он тоже сделан таким образом чтобы можно было прицепить на ручку сумки кстати здесь для удобства переноски есть грудная перемычка которая фиксирует рюкзак так скажем на спине если он объемно набит хорошо то он может ерзать у вас сползать с плеч то здесь для этого есть перемычка и ее можно в общем-то снять за ненадобностью так как она здесь не фикс не зафиксирована намертво поменьше рюкзак объема 25 литров но при этом у него тоже есть отделение для электроники даже все путешествуют с электроникой есть основное отделение есть даже вот это самое второе дно для какой-то запасной обуви просто он поменьше габаритом если вы вам поменьше вещей надо то вот пожалуйста может быть и вам такой большой 32 литровый рюкзак не нужен то пожалуйста есть 25 есть еще сумками за той же серии называется викендер тот это викендер понятное дело что намек такой что вы куда-то на уикенд выезжаете куда-то там не знаю из города вы садитесь в тачку едете например уволен ну ладно не уволен а куда-то еще доволен она конечно маловато и вам скорее всего надо будет таскать с собой там какие-то зимние вещи это так скажем вариант такой на датчику на съездить или в командировочку на пару дней из москвы например в какой-нибудь город гусь хрустальный сумка достаточно большого объема найти коп объем 34 литра 34 литра это больше чем 32 литровый рюкзак то есть у него здесь одно большое отделение но в нем куча карманов есть внутри здесь кармашки для ноутбука планшета то есть если до этого отдельное специальное отделение здесь это все просто вшито в большой общий отдел есть такие мелкие кармашки если здесь дно для обуви а да и есть вот оно достаточно большое прям во всю ширину этой сумке гораздо понятное дело что больше чем у рюкзака то есть сюда может быть даже и не одна пара обуви влезет а то и влезут сапоги или валенки и здесь снизу вода влагостойкая молния зачем она влагостойкая ну вероятно что если вы сумку там ставите в какой-то момент на землю там может быть влага снег что-то такое и соответственно предотвратить попадание внутрь влаги это тоже баллистик нейлон вот этот вот такой серенький есть вариант черного цвета весь рип стоп черный в общем такие сумки которыми можно съездить тоже не в недолгую командировочку я бы не сказал кстати что это женские варианты они ну подходят вполне под определение и юнисекс так дальше дальше есть две сумки на колесах это два чемодана да это на колесах таких вот они вертикально все время стоят да то есть вот так модненько передвигаетесь по аэропорту эти сумки можно брать с собой в виде ручной клади потому что маленького габарита одна из них объемом 42 плюс литра вторая объемом 30 литров 42 плюс это то что то я вам показывал мешочек для одежды экспанды был здесь точно такая же система вы по периметру расстегиваете сумку и она слегка увеличивается в объеме да то есть за счет сшитого дополнительной ткани на застегиваете и этот объем убирается как я уже говорил это премиум сегмент поэтому здесь есть тоже отделение для электроники для ноутбука сумка с какими-то кармашками да здесь же есть замок кодовый чтобы вы могли не беспокоиться о том что кто-то что-то вытащит из вашей сумки с системой tsa это таможенная система которая применяется в основном наверно в америке может быть в европе в россии такой нет поэтому если российский таможенник захочет вскрыть вашу сумку он просто нахрен сломает ваш замок внутри внутри достаточно тут интересно сделано и красиво и удобно во первых большое отделение имеет так скажем молния вшита с неопреном здесь вот этот эластичный неопрен если вы сумку набиваете вам проще застегнуть когда у вас вот эта стенка эластичная такие же я помню давным-давно были на сумках другого известного сноубордического бренда было очень удобно удакайная далеко не на всех сумках такой присутствует только на каком-то премиум сегменте но еще какие-то дополнительные кармашки здесь инструкция по замене пароля на кодовом замке ну этот чемодан не пластиковая на у нас я думаю вы уже встречали до кайновский пластиковые чемоданы тоже которые с такими же вот колесами это какая-то там японская фирма делает эту колесную базу колесики все можно заменить если что-то сломается но обычно они ломаются когда вы издаете такой в багаж но честно говоря с электроникой в багаже я бы не стал сдавать этот чемодан есть здесь на есть или нет что такое здесь не черт здесь нет ни черта вообще здесь должно быть бэйджик для карточки визитной но не знаю почему его нет возможно что это какие-то образцы но бог с ними два чемоданчика такого премиум достаточно класс интересный можно брать с собой так еще один новый это действительно новая сфере рюкзаки серия метод она еще в россию не попадала и это рюкзаки этого лета то есть коллекция еще не поступила в магазины но скоро должна появиться я думаю что вы их увидеть это не сказать что это какие-то очень навороченные дорогущие рюкзаки у них даже дно вот здесь вот в тонкой если сравнивать с теми же очень популярными моделями которые уже давным-давно присутствуют в коллекции у них есть но усиленно весь вот этой вшитой пенкой здесь такого нету поэтому цена такого рюкзака скорее всего не будет очень высокая это обычный городской рюкзак у него есть правда отделение для электроники отдельная специальная но опять же здесь никакого чуда нет здесь нет никакого флисов внутри карманов просто такие мягенькие карманчики и но надо сказать что они шиты таким образом что ноутбук который лежит в этом карманчике он не достает до дна вот этого рюкзака и вот здесь кстати вот в этом месте дно чуть чуть усилена это мягкая часть но здесь не будет пробиваться потому что карман заканчивается чуть ниже чем само дно рюкзачка есть регулятор объема даже снизу что очень удивительно для такого как сказать на первый взгляд не самого навороченного рюкзака рюкзака это рюкзачок есть в размере 28 литров причем это dlx называется не просто так а dlx то есть делюкс это вот старая версия просто метод 32 литра честно говоря модель мне немножко напоминает вот когда-то несколько лет назад у до кайна была такая модель 101 называлась прям так цифры 101 это была ну тоже как городская модель но с ней многие просто ездили вот опять же в какие-то путешествия в камп командировки путешествиями не спортивной направленности а какой-то более такой городской да чтоб по городу в нем было ходить можно много чего носить тоже отделение для ноутбука тоже она не не нет флиса но она мягенькая вот какой-то вшито там что-то мягенькая в этот карман клапан кстати здесь карман сделан до конца дна то есть до дна рюкзака и поэтому в этом варианте нужно рюкзачок если что если в нем ноутбук лежит ставить на пол на пол если вдруг будете ставить ставьте аккуратно в общем не должен он много стоить но посмотрим потому что у нас сейчас очень много зависит от курсов от вариантов доставки и еще одна новая линейка это называется мотив мотив это понятное дело что вот вы видите такой городской рюкзак и это достаточно такой сложный рюкзак опять же он скорее напоминает вот эту верш коллекцию которая была у нас ранее представлена чем напоминает а тем что здесь тоже есть вот этот дышащие панели в спинке с возможностью надеть на ручку здесь есть даже поясной ремень что он не съемный и и а но его можно убрать в под нижнюю вот эту вот подушку она пришита таким образом чтобы это ремень можно было туда убрать за ненадобностью ну то есть если он нагрузить нормально этот поясной ремень вам даже поможет в переноске и объем вот этого рюкзака 30 литров это достаточно много вход в рюкзак здесь сверху он тут кстати что-то еще есть а это как ни странно чехол и рейн повар как называется чехол для от дождя это это приятно это удобно внутреннее отделение большое тут есть какой-то карман с сеточкой так а что по традиционной перевозке электроники это опять карман в спине в принципе такая же конструкция как и у вердж но здесь нету флиса то есть здесь мягкие перегородочки то есть в общем то вы можете ставить два ноутбука или ноутбук и планшет они друг друга не будут там никак биться потому что мягенькие перегородочки так как это все дело вшито вшито это тоже нормально то есть здесь до дна еще несколько сантиметров есть то есть вы можете этот рюкзак спокойно бахнуть об пол и вашим ноутбуком не будет ничего еще один мотив рюкзак той же серии мотив 25 литров и это ролл топ как вы видите это сверху закручивается так скажем из серфовый такой из серфинга пришла такая система закручивания верхнего клапана здесь тоже есть вот этот задний карман для ноутбука ну то есть копия чуть большего рюкзака но с другим вариантом входа здесь сверху закручивается того тоже как бы сверху но там растягивается молния все остальное здесь плюс минус одинаково как и у версии 30 литровый а вот этот вот такой как бы серенький хаки наверное даже цвета рюкзак это стоун баллистик до стоун каменного такого цвета и это тоже баллистик нейлон такой достаточно плотный прочный из которого делают бронежилеты и еще одна вещь это поясная сумка причем такого двойного назначения ее можно использовать как поясную сумку а можно использовать как сумку через плечо потому что у нее есть длинный ремешок который можно снять здесь есть несколько отделений один даже с водостойкой молнии там для каких-либо документов основное отделение с дополнительными кармашками кармашек и сетки передний тот кармашек с влагостойкой молнии напомню что эти все влагостойкие молнии не значит что вы можете его кидать длин в воду и ничего не промокнет все промокнет просто это чуть-чуть от влаги от такой легкого дожечка защитить защитит и и это все в общем-то для чего эти молнии нужны в общем три новинки три новых линеечки мы вам показали скоро этот товар доедет так скажем до магазинов россии в том числе и к нам это все были образцы поэтому приходите если вам нужны какие-нибудь интересные до кайновские рюкзачки и сумки во первых это сайт сквот точка ком во вторых это магазины в городах присутствия которые вы тоже на сайте сквот точка ком найдете в общем добро пожаловать в лето скоро лето в лето надо прийти с новым рюкзаком они с целлофановым пакетом